У нас вопрос по уголовному делу, по факту отчуждения из муниципального имущества здания вечерней школы по адресу Чернышевского, 71. На данный момент в этом уголовном делу какое принято процессуальное решение, если оно принято, можно ли его назвучить, и проводилась ли проверка по факту принятия этого решения, и какое решение принялся в прокуратуре, признавали о новом законе. В настоящее время в следственном управлении продолжается расследование указанного вами уголовного дела. Сложность вызвана непростой гражданской правовой ситуацией, связанной с отчуждением земли, наличием нескольких судебных решений, необходимостью их оценки, необходимостью производства товароведческих экспертиз по оценке как земельных участков, так и самого здания. Скажем так, следственная ситуация непростая. Во взаимодействии с прокуратурой мы осуществляем дальнейшее расследование этой ситуации, пока окончательное решение не принято. Говорить о сроках, мы принимаем все меры к тому, чтобы это было как можно в ближайшие сроки, как можно быстрее. Делаем для этого все. Предскушать не буду результат. В какой итоги на следственной проверке по ситуации именно расслабилось по всем органам? Это не расследование уголовного дела. Тут несколько я сразу сделаю гадацию по процессуальным основаниям. Это расследование вновь открывшихся обстоятельств. Потому что Бурбин, вы же знаете, он же осужден, а бывает наказание. Под того государства, вступившим в законы силы. Сроков там не установлено для проведения этого расследования. Мы пока не установлены сроков расследования. Тут важно провести полное объективное расследование. Установить все, что проверить всю информацию, которую сообщает Бурбин, да, после своего осуждения. И его, соответственно, лица, кто привлекал с ним к уголовной ответственности. Установить, насколько правомерно были доказательства, послужившие основанием его осуждения. Проверить их, то есть, дополнительно. И направить материал прокурора, на основании которых только прокурор имеет, обладает исключительным правом принятия решения о выходе в надзорную инстанцию, возможно, для обжалования этого проговора. Либо об оставлении без внимания, скажем так, жалобы заинтересованных лиц на имеющийся проговор. Так вот, я хочу сказать, что для того, чтобы установить вот эту объективную истину, нами уже проделан огромный объем работы. И этот объем работы продолжается. Продолжается объем работы. Он связан с получением показаний от сотен лиц, в том числе от бывающего в настоящее время уже наказания в различных регионах Российской Федерации. Что, разумеется, удлиняет этот процесс значительно. Значит, истребованием дополнительных сведений, проверкой любой, даже какой-то косинно-отрывочной информации, сообщенной осужденными лицами. Ну, как вы понимаете, все требует длительных временных затрат и связанно трудоемкий очень процесс. Вот когда мы будем уверены, что мы все до конца отработали, до деталей, до мелочей, тогда мы направим эти материалы прокурору. Ранее не направлялись прокурору эти материалы, да, но прокуратура указала нам на необходимость проведения дополнительного расследования в данном случае. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Вопрос по главному стоматологу области Анатолия Котковича. Вот на сегодняшний день какой процессуальный решение, требует по итогу расследственного проверки? Сейчас мы сходу вам не готовы. Надо сказать, что за процессуальный проверка, как лист, а у нас такая. Это уголовное дело в полиции. Возможно, оно к нам отношений не имеет. Потому что, когда появились в СМИ сведения по поводу возбуждения этого уголовного дела, то есть этот вопрос зондировался мной с органами полиции. То есть, насколько я понимаю, оно находится в производстве ВВД города Саратов. Так что обратитесь в пресс-службу в ВВД.